Китай покупает таджикское озеро Сарьес. В Таджикистане намерены запретить поднимать указательный палец вверх. В Кыргызстане продолжается закручивание гаек верующим. Китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group получила разрешение на реализацию воды из Сарьеского озера. Осваивать таджикскую голубую жемчужину будут местный Орионбанк и китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group, уже подписавшие соответствующее соглашение. Китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group обещает построить близ озера Сарьес предприятие по производству питьевой воды и продавать ее на рынках стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Эксперты отмечают, что в данном озере заключены огромные запасы питьевой воды и передача данного водоема китайской компании не что иное, как предоставление Китаю доступа к водным ресурсам всего Центрально-Азиатского региона. Напомним, что с каждым годом все больше и больше стратегических природных ресурсов Таджикистана передаются китайским компаниям, уже не говоря о том, что Китаю был передан крупный участок земли на таджикско-синьцянской границе. В ближайшее время в Таджикистане запретят жест вытянутого вверх указательного пальца. Комитет по делам религии поручил правительственным имамхатыбам исследовать данный жест. Магруф Шунасруддинов, заведующий отделом религиозного образования Комитета по делам религии, в рамках исследования о вербовке молодежи в террористические группы и мерах по профилактике этого явления написал, что такой жест, как вытянутый вверх указательный палец, который широко используется последователями экстремистских и террористических групп, оказывает все большее влияние на молодых таджикских пользователей социальных сетей, которые все больше и больше перенимают этот жест во время общения. Об этом пишет радио Азади. Сами жители Таджикистана понимают данный жест не иначе, как религиозный символ, знак единобожия, объединяющий мусульман по всему миру и ставший символом возрождения ислама, которое переживают сегодня страны мусульман. Кыргызские власти планируют внести поправки в закон о свободе вероисповедания в религиозных организациях. Согласно поправкам, несовершеннолетним детям будет разрешено посещать мечети только в сопровождении родителей или с их разрешения, а все молильные комнаты поставят на учет. Мы перекладываем ответственность как на представителей религиозных организаций, если к ним на ритуалы приходят дети несовершеннолетние, они должны быть в курсе, есть у этого ребенка согласие родителей или нет. Если этого согласия нет, то ответственность ложится на религиозного деятеля. С другой стороны, мы говорим, что родители должны взять ответственность за участие своих детей в религиозных ритуалах. Они должны смотреть, знать, где их ребенок находится. А бывают случаи, когда дети без разрешения родителей убегают с уроков и участвуют в какой-то определенной религиозной деятельности. Также, согласно предлагаемым поправкам, будет обязательным лицензирование или сертификация всех религиозных учебных заведений. Впервые в законе также появляется термин «молельная комната». Следует заметить, что аналогичные законы уже имеются практически во всех республиках Центральной Азии, в которых преследования в отношении религии ведутся на гораздо более высоком уровне. Примечательно, что многие жители Кыргызстана в связи с приходом к власти нового президента Суаронбая Женбекова ожидали смягчения политики режима в отношении репрессированных религиозных проповедников. Эксперты считают, что эти ожидания, очевидно, безответны, что в принципе и неудивительно, учитывая тот факт, что Женбеков является ставленником предыдущего президента, который, в свою очередь, явно проявил себя как проводник интересов России в Кыргызстане. Мы, Кыргызская республика, твердо намерены, нацелены укреплять наши взаимоотношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова